Говоря об Афрадите, мы всегда говорим о паре. Мы вспоминаем ее любимых мужчин. Ее мужа, гефеста, бога огня. Ее любовника, ареса, бога войны. И ее любимого, адонеса, воскрешающегося бога. Это тоже стадии любви. Это тоже стадии, которые проходит любая душа из женского творчества. Любя своего мужа, принимая своего мужа, вот такого, как есть. А помню, что гефеста был с ней остатком. Он был хромой, за это его не любила Гера, сына-сына. И сбросила его из Алили. Она принимала его. В этом была такая, понимаете, ирония. Соединить самое прекрасное и самое безобразное. Понимаете? Часто мы увидим, что прекрасное лицо соединяется с безобразным душем. Или наоборот. И такая аллегория, она повсюду. Но не в сказе. Потому что она его принимала. Богиня любви не может не принимать. Она готова всегда принять. Но также принимала и ту часть себя, которая жаждана страсти. Ведь это же и о принятии себя в том числе. О том, какая я. О том, кто я. Знаю ли я себя в контакте или я с собой. И поэтому другой сын Гера, воинственный Форест, конечно же, не обошел ее вниманием. А не всегда где-то рядом. Любовь и любовь. Такая банальная ритма. Я приготовила для вас такое красивое изображение. Вот. Галакурая красавица. И вау не смущалась. И все бы ничего, но Афродита развивалась. И трансформировалась. Наступил момент, когда она впервые полюбила. То есть это было не просто приятие и согласие. Не просто страсть. Это наступило любовь. Как любая женщина, она отдалась ей отчесть. Это был молодой охотник. Адонис. Из мира людей. А Арес, конечно же, сильно ревновал. Наступил момент, когда он способствует тому, чтобы уничтожить Адонис. И Адонис спускается в мир морда. И здесь мы, конечно же, видим переключку с ранними мифами. Об Инанне и Ирешки Галя. И Нанна или Иштар, или Афродита в данном случае спускаются за своим любимым в мир мертвых. Адонис спускается для того, чтобы вернуть его, быть с ним. Но смерть, или персихон, погибли мертвых. И Решки Галя, погибли мертвых. Не отдаёт её мужчине. О чём это? О том, что душа трансформируется через любовь. О том, что душа, персифон, трансформируется через любовь. Любая героиня, которая начинает свой путь к себе, проходит стадию коры, девочки, персифоны. И у персифоны есть несколько сценариев развития. Она может пойти, как её мама, к деметру. И третий миг – это гикапа. То есть это мистика, эзотерика, видовство. Она может вдруг стать обратимой. Это тогда, когда ты видишь, любимого. И тебя шпарил кипятком. Это как раз тот случай. Здесь у героини есть вариант. Остаться в своём прежнем состоянии не получится. Потому что любая остановка – это всегда деградация. Это всегда откат назад, чтобы вы не слышали. Почему ум говорит остаться? Ум боится трансформации. Он боится заглянуть в себя, заглянуть в свою тень. Тень. Тень его аспект. Он боится. Царство мир. В своём прошлом. Отработайте. Он боится. А душа не боится. Душа кричит. Ты можешь всё. Тебе всё подвластно. Ты можешь всё. любить, любить. Я хочу, чтобы вы это сейчас услышали. Остаться в прежнем состоянии не получится. Будет только откат назад. Или же вперёд. В этом смысле алхимия богини Афродиты показывает нам объединение мужского и женского. Стадии прохождения чувственных удовольствий, любви и слегляний. Она с Гефестом одна, с Аресом другая, с Адонусом третья. И когда мы говорим про втором, мы не просто говорим про карту императрицы или про карту звезда, или сил, или вожделения, а я также говорю про карту влюблённых и про карту искусства, где происходит слияние в вашей вечной истории мужского и женского класса. когда вы горнили своей души, сливаете сливаете в и становитесь социальными. Не зря же большинство богов имели андрогинный вид и в Древней Греции, и в доисторические времена. Казалось бы, такая женственная, такая эталонная красавица родит, какой здесь отдадим. Это всё-таки не Диана, не Аполлона, статую, которых я видела в Ватикане, где предо мной предстал Аполлон в женском платье, но с головой я и собак я. Однако. На Кипре есть её изображение с бородой, но в женской одежде, с жезлом и мужской стать, и считают, что она одна и та же, является мужчиной и женщиной. Аристофан называет её Афродитом. Левин говорит ещё и так. Есть, стало быть, поклоняющийся Венере как благодетельному Богу, не важно, женщина ли она или мужчина, равна и благодетельная значительная звезда. Вот сейчас услышьте, мои, пожалуйста, послание. О том, что алхимия это про воссоединение вашей души в дух вашего мужского и женского. Это слышно? Пожалуйста, помашите мне или пошлите с гербочки, сердечки, не знаю, что это. и я покажу вам, какие карты Таро вы можете найти, поставить на алтарик или использовать в своей практике. Ага, хорошо, слышно, супер. я подобрала из разных колод. Начну с самой женской колоды, если видно, такая императрица. Она является собой самодостаточной женщиной, которая знает себе. Посмотрите, как она варьяжная себе. Она полулежит. И вокруг цветы покой, расслабление. Также это карта звезды, проводника между мирами, проводника энергии. я все-таки отношу карту силы, хотя это соотносится с более скажем так древним символом Павлом, но все-таки сюда тоже отнесу. Карта силы. Очень актуальная карта, потому что мы с вами были в квартале и это карта этого времени. И конечно же посмотрите сюда, эта карта влюбленная. Я хочу, чтобы вы сейчас, мои дорогие, поняли о том, что все, что с вами случается в чувственной сфере, это отражение вашего состояния, это роман самим собой. И вот насколько вы можете себя любить, насколько вы себе интересны, насколько вы заботитесь о себе, настолько и ваш партнер являет собой все эти качества. И алхимия Афродиты это про то, чтобы слиять, соединять, делать вас целью и расширяться к свершению. Еще одна здесь я выбрала только мать землю или императрицу, вот она в таком интересном козе. И фортуна здесь, и беременная императрица, да, мы можем подумать, что это даже иди в каком-то плане, но все-таки это венера, это венера, это венера. Немножко похожий образ здесь и скипетр, помните, как в названии Екатерина дайса, со скипетром в руке, карты это икона, это порталы, вот такая здесь, да, вот такие, венера, здесь очень красивая королева чаш, она тоже отвечает нашему архетипу, почему она везде беременна, она беременна не только ребенком, она беременна плодом любви, это может быть любое творчество ваше внутри вас, это может быть любое сотворчество ваше с вашим партнером, конечно же, красиво, я настраиваю вас сейчас в постранстве на любое, вот такая карточка двойка чаш, и моя любимейшая колода это колода Таро Торо, Митра Трица, с порталы точно, звезда, вся Вселенная здесь, прообраз богини помните, как я ее начитывала, вот такие влюбленные, здесь они еще в розе, в розе, а здесь мы уже вместе в одном. и в принципе в таком сarrогу, пеal, в том, в arriverке в принципе и